А у молодых пилотов, которые недавно выпустились из лётного училища, начались тренировочные полёты на вертолётах. Какие упражнения им приходится отрабатывать в воздухе, знает Павел Чумаков. Перед тем, как поднять вертолёт в небо, каждый из пилотов проходит обязательный инструктаж. Чтобы полёт прошёл гладко, молодым лётчикам ещё на земле необходимо учесть множество параметров. Перед полётом рассчитай взлётную массу вертолёта, также выполни расчёты средней скорости по маршруту. Стать лётчиком Максим мечтал ещё с детства, причём именно пилотом вертолёта. Пять лет обучения пролетели как один миг. И вот теперь уже лейтенант Бабурин допущен до управления настоящей машиной. Уже выполняем лично свои обязанности, а не выполняем обязанности курсанта в качестве лётчика штурма. Я надеюсь, что прилечу я вовремя, надеюсь, не допущу ошибок. Необходимые расчёты выполнены, все системы проверены. Можно взлетать. Взлёт, зависание в воздухе, а также посадка являются одними из самых сложных элементов для молодых пилотов. В течение пяти лет они отрабатывали их лишь на тренажёрах, высшем учебном заведении. Вот теперь им предстоит всё это выполнить на практике. Впрочем, летать на вертолёте курсантам приходилось и во время учёбы. Но там машиной в основном управлял инструктор. Здесь же контролировать весь полёт приходится уже самим. У нас есть учебные маршруты, на которых первоначально идёт обучение лётчику штурманов, проверка их знаний, умение выводить по линии заданной пути, точно в цель. Дальнейшая подготовка идёт именно для командировок, чтобы выполнять какие-то основные задачи по предназначению. В этом году ряды пилотов бригады армейской авиации пополнили 8 выпускников Сызранского училища. Трижды в неделю они будут выполнять тренировочные полёты на вертолётах Ми-8 и Ми-24. И уже в феврале, когда необходимая подготовка будет пройдена, их допустят к самостоятельным полётам без инструктора. Павел Чмаков, Александр Жанников, Вести Урал.